Другие пускай тоже поснимают, а то чё? Ты же, ты уже эволюционировал? Полиция кучонок, чтобы с тобой были. Да, это был. Нужно обозначить. Если говорить о куче, то не нужно обозначить на мысль. Если у нас нет, то не значит, то есть мы, которые работали в доме. Да, да. Женщина бежать. Преследование наших активистов и чтобы освободили политзаключенных. Они без вины съедят, закрыли их. И понавешали им по 405 статью. Это лучшие женщины Казахстана требуют свободы. Лучшим женщинам Казахстана, которым не боялись говорить правду. За правду сажают. Мы требуем выполнять условия, срочная резолюция Европейского парламента. 11 февраля 2021 года Европейский парламент принял резолюцию по правам человека в Казахстане. У нас там нарушаются права человека. Вот эти фамилии, они перечислены в резолюции. Мы на свободе. Мы на свободе. Мы требуем освободить женщин, политзаключенных. Диана Маргус, Пайна Томбетов, Духуль Калова, Салтанат Кузьман КЗ, Асель Ван Ламбек КЗ. Продержали 28 февраля с часу до 9 вечера. Почему их нельзя отпустить под домашний арест хотя бы? Если Казахстан себя позиционирует как демократическое государство, оно должно немедленно отпустить всех политических заключенных. Первую очередь наших девушек молодых. Хочешь преследовать свои накомыслия. Мы имеем право на критику. Заявить о своих правах это не значит быть экстремистом и террористом. Ну это же потихоньку. Мы суток едиными, одинаковыми. Мы никто, никого, ни лучше, ни хуже. Каждый имеет одинаковые права и обязанности. Мы имеем право на критику. Если мы считаем, что это неправильно. Нас не хотят слышать. Приходится выходить на митинги. Митинги объявляют несанкционированные, штрафуют. Сажают на несколько суток. Раньше только мужиков сажали. Теперь даже женщин сажают. Это ужас, это абсурд. Опять повторюсь, что миллионами, миллиардами воруют чиновники. Они сидят на домашнем аресте, а наши девочки сидят в тюрьмах. Ну мы даже и даже домашнего ареста против. Вот, например, Алия сидит под домашним арестом. Домиткин сидит под домашним арестом. Айнур сидит под домашним арестом. Принимать поздравления дома, в окружении своих родных и близких. Это просто издевательство держать женщин в тюрьме. Требуем освободить женщин полезных врученных. У нас требование выполнения резолюции Европарламента. И освободить всех политзаключенных, которые неренно сидят. Мы хотим по-настоящему, чтобы у нас государство было демократическое, а не фейковое. Наше правительство, коррумпированное, все хочет замазать глаза европейцам, что у нас все в порядке. Но у нас нет порядка, нет закона. Преследуется каждый гражданский активист, который носит по-настоящему демократии. Аплодисменты. 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 Внутренний республиканский активист, который нарушает. Желания и рекомендации, которые наша страна должна выполнить. Уже почти месяц, как приняли эту резолюцию, хотя наше государство никак не реагирует. Глухое государство вообще не слышит. Глухое государство в Казахстане. Глухое государство в Казахстане. Глухое государство в Казахстане. Глухое государство в Казахстане. Они все полицзаключенные. Просим, требуем освобождения полицзаключенных. Требуем! 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 Требуем свободу полицзаключенных. Товарищи, обратите внимание, это список погибших девчонок в Желтых Санях. До сих пор держат в секрете, где они похоронены. Они скрывают от всего мира, это девочки, которым 14, 15, 16, 17 в Желтых Сане погибли за вашу независимость. На самом деле, народ не получил независимость. Получил независимость только один человек. Вы хорошо знаете, кто получил независимость и построил коммунизм в одной только семье. Эта молодая девушка погибла за вашу независимость. Ее просто зверски убили.